я думаю можно начинать сейчас мы немножко опять вернемся к сетям и вообще на во-первых у вас остается до конца модуля 2 лекции сегодня и через неделю но соответственно через две недели что будет контрольная так при этом на семинарах у вас у кого-то осталась одна тема кого-то две темы на общем нормально сканчивать так и тема это низкоуровневая сетевое программирование напомню что у нас есть стек протоколов под названием tcp айпи что этот протоколов подразумевает что у вас есть некоторые пакеты которые называются айпи пакетами они гуляют между разными хостами сети возможно довольно сложными маршрутами и по протоколу айпи можно передавать самые разные данные например внутрь потокол айпи можно запихать сегменты tcp которые подразумевают установку двустороннего соединения и с точки зрения прикладного программирования у вас сокет tcp айпи будет выглядеть точно так же как двунаправленный канал с обычной установки соединения делается не бесплатно естественно элементарных handshake по протоколу tcp занимает несколько обменов вот к сожалению на проекторе не очень видно проектор не очень хороший что вообще подразумевается при взаимодействии по протоколу tcp у вас все сегменты tcp имеют некоторый порядковый номер этот порядковый номер присваивается ядром операционной системы и вообще говоря он имеет сквозную нумерацию то есть у вас может быть запущено несколько процессов каждый из процессов подключается какой-нибудь своему серверу и ядро просто делать достаточно большие номера этих пакетов и если вы запустите например утилиту в айр шарк то в айр шарк уже демонстрирует вам номера пакетов пересчитаны относительно начала взаимодействия так что в чем заключаются задачи ядра при взаимодействии по протоколу tcp поскольку у вас по сети ходят айпи пакеты самыми разными маршрутами они могут доходить вовсе даже не последовательно вот уже задачи ядра прежде чем выдать конкретному процессу который использует взаимодействие по сокетам выстраивание всех нужных пакетов с данными в правильном порядке если какие-то пакеты не дошли то выполняется запрос противоположной стороне с просьбой отправить повторно и ядро вообще делает полное экранирование прикладного интерфейса уровне прочитать записать от какой-то там магии который лежит с точки зрения сетевых протоколов и этим удобен как раз протокол tcp который является видом сокетов для потокового взаимодействия на самом деле для потокового взаимодействия существует не только протокол tcp когда давно вы уже наверно не застали это время существовала такая операционная система под названием novel netware очень популярная для серверного применения в частности шаринг файлов принтеров и там использовался вовсе не стек tcp а очень похожий стек протокол ipx и spx это вот один из примеров того что протокол tcp вовсе не является единственным стриминговым протоколом кроме того для поточного взаимодействия вы можете использовать не только сетевые соединения через сокеты с номерами портов и ip адресом но и обычные юник взаимодействия когда используется адресация по локальным именам файлов и вот при создании сокета нужно явным образом как-то указать какой протокол будет использован самом деле если вы указываете циферку ноль в качестве последнего параметра то ядро автоматически выбирает семейство протоколов которые будет использована если у вас взаимодействие идет по сети интернет то с очень большой вероятностью будет выбран именно протокол tcp если укажите сок стрим на самом деле если указать цифер q6 то результат будет тот же самый потому что вот это вот цифра 6 она явным образом фигурирует в каждом ip пакете это просто номер протокола tcp для того чтобы противоположная сторона могла разобраться что дальше делать при распаковке этого ip пакет кроме потока передачи данных бывают еще и другие виды взаимодействий и соответственно типы сокетов то есть потоковая передача она предназначена для двунаправленной последовательной передачи данных кроме того существует еще и достаточно популярен способ передачи данных только в одну сторону виде коротких сообщений которые называются дейтограммы для этого обычно используя протоколу udp и можно взаимодействовать с сокетами на низком уровне то есть читать данные передавать данные вручную разбираться уже с теми заголовками бинарными которые в этих данных присутствуют ну и возможно даже сделать какой-нибудь свой протокол вместо протокола tcp вместо протокола udp и даже вместо протокола ip если вдруг вам этого захочется и так начнем сверху вниз протокол udp заголовок протокола udp в отличие от tcp очень простой там всего лишь 8 байтиков 2 байта под номер порта отправителя номер порта получателя то есть точно так же как в протоколе tcp у нас есть некоторое пространство именно под названием номера портов которые связывают с определенными службами и длина сообщения плюс контрольная сумма все вот очень простой заголовок в отличие от протокола tcp где есть еще номера пакетов куча флагов и какой размер сообщения вы можете передать но здесь у вас все ограничивается размером пилот который вы можете запихать в конечном итоге в ip пакет размер айпи пакета сверху нас еще ограничен размером ethernet кадра есть параметр при установке настройки сети называется мест лишь трансфер юнит обычно в большинстве случаев это 1500 байт для linux mac os либо 1492 байта под windows и вот это максимальный размер который вы можете передавать внутри одного кадра ethernet у нас есть несколько байт на заголовок айпи это 20 байт 8 байт еще занимает сам заголовок и дипи ну и вот несложно рассчитать какой максимальный размер сообщений которые вы можете отправить с помощью одной дейтограммы и дейтограммы это просто короткие сообщения вы их отправляете произвольном порядке опять же они могут доходить разными маршрутами и никто не гарантирует порядок которому не дойдут до получателя и дойдут ли вообще в это проконтролировать никак не сможете но на самом деле интернет у нас плюс-минус более менее работоспособен если не говорить про физтех там если не говорить про общую ситуацию в стране но можно считать что вероятность того что у вас ничего не будет доходить на достаточно низкая значит вас просто все перестанет работать и можно считать что протокол юдипе достаточно надежен с точностью до того что вы не знаете в ком порядке вам пакеты могут доходить и зачем вообще он нужен какие есть преимущества чтобы не просто не использовать обычный протокол tcp который гарантирует нам все что только можно гарантировать с точки зрения программного интерфейса очень удобен поскольку это обычные двусторонние взаимодействия вся суть протокол юдипе в том что имеет заведомо более низкий оверхед частности нот вам нужно отправить три сегмента только для установки tcp соединения по юдипе это не требуется tcp соединения точно так же нужно еще и закрывать аккуратным образом для юдипе опять же это в принципе не предусмотрено потому что никакого соединения постоянного у вас нет у вас есть просто перекидывание данных в одну сторону сервер может вам если захочет отправить в обратную сторону тоже какие-то данные и здесь если вам важен порядок пакетов ну хорошо договорить уже на более высоком уровне что делать с теми пакетами которые вам в какой-то момент времени прилетели какие обычные сценарии использования протокола юдипе когда-то он был очень популярен в то время когда были распространены торренты учитывая последние политические соображения когда внезапно вдруг разрешили ну пиратить конечно очень плохо но рутрекер разблокировали торренты видимо скоро опять вернутся вот там протоколы дипе использовался очень активно поскольку передача данных производилась в первую очередь только в одну сторону к получателю торрента а вот у протокола теперь кстати тоже один из недостатков если у вас трафик направлен преимуществом в одну сторону например вы выкачиваете большой объем данных то в обратную сторону все равно приходится гонять большое количество айпи пакетов просто для того чтобы подтверждать получение каждого тсп сегмента то есть протокол тсп он удобен когда у вас более менее сбалансирован объем данных который передается в разные стороны но если у вас преимущественно идет скачивание в одну сторону то он уже становится неэффективным из современных применений протоколу и дипе это видео стриминг зум google meets все остальное джит семит например опенсорсное решение аналогичные и еще одно очень очевидное применение где использование протоколу и дипе заведомо более выгодные чем tcp это множество протоколов под общим названием vpn что такое vpn я думаю рассказывать не нужно и так уже наверное все знаете хотя делать вид что не знаете так да кстати почему vpn более выгодно использовать именно через югипе они tcp но потому что все равно у вас vpn это некоторые туннели виртуальная какая-то сетевая карта который есть свой ip-адрес свои машин с вами маршрутизация и фактически вам нужно эмулировать передачу ethernet кадров вместо ethernet проводов вместо вай-фая просто вы все это запихиваете в некоторые тоннель программный и здесь вам не нужно делать никакую проверку целостности что данные доходят что доходит нужном порядке потому что все равно поверх вот этого симулированной сетевой карты виртуальной этого туннеля у вас будет своя реализация tcp поэтому просто запихиваем каждый ethernet кадр в югипе пакет и отправляем на vpn сервер мы обратно тоже получаем вот у нас есть некоторый способ сделать дополнительную прослойку в сетевой иерархии ввести новый сетевой уровень либо несколько сетевых уровней если вы делаете огромную цепочку в пенов то есть у нас на уровне канальной передачи данных традиционно выделяется интерфейс ethernet сетевая плата хотя совершенно необязательно это может быть ethernet это может быть какое-то виртуальное устройство виртуальный туннель и у каждого ethernet устройство тоже есть свой адрес причем этот адрес связан с каждым конкретным устройством если вы внимательно изучите все наклейки на ваших ноутбуках ну правда наклейки не всех ноутбуков бывают некоторые производители их просто не клеят одна из наклеек это mac адрес вашей вай фай карты как правило считается что mac адрес он жестко привязан конкретному производителю оборудования конкретному экземпляру оборудования но на самом деле это не жесткое ограничение и mac адреса у некоторых производителей можно перенастраивать в частности если вы настраиваете какой-нибудь роутер но большинство роутеров есть возможность присвоить какой-нибудь произвольный mac адрес и вот этот mac адрес как раз используется для того чтобы адресовать ваше устройство забудем пока про все ip адреса они нам не нужны для чего нужны mac адреса они нужны для того чтобы могли общаться между компьютеры которые находятся близко друг другу то есть все устройства в пределах одной вай фай сети если вы сейчас подключились телесеть мип то я могу найти ваш адрес если через мид нг значит мне нужно переподключаться либо в пределах одной локальной сети соединенной проводами до первого маршрутизатора вообще какие бывают устройства для проводной коммутации сети ethernet есть устройство пассивные так называемые хабы они уже практически все вымерли можно найти только где-нибудь в барахолке у каких-нибудь дяюшек которые делают ретро музей с компьютерного железа фактически это просто коммутаторы кабелей с предусилителем которые никак не смотрят на ваши mac адреса чуть более распространенные устройства это так называемые свечи они же коммутаторы не намного дороже чем хабы но они умеют перенаправлять трафик в зависимости от того какой у него mac адрес то есть чуть более осмысленная нагрузка на отдельные кабели но и более продвинутое устройство называется роутер как правило это обычный хост обычный компьютер с обычной операционной системой самом деле с точки зрения логической организации сети это самый обычный хост самый обычный компьютер у которого есть свой айпи адрес и роутер может просто принимать данные из одной под сети перенаправлять другую в этом его задача и до первого роутера то есть в пределах некоторой вай фай сети до выхода в сеть наружу до первого роута по проводам все компьютеры могут общаться между собой даже не имея айпи адресов при этом все-таки айпи адреса нам нужны для чего они нам нужны для того чтобы выходить куда-то за пределы нашей микросети ну и иметь доступ к выходу для выхода в глобальную сеть естественно если вы уже подключились какой-то сети то скорее всего айпи адрес вам уже присвоили и между компьютерами в локальной сети и физическими мак адресами которые соответствуют вашим устройствам есть однозначные соответствия некоторая таблица соответствия пи адресов и мак адресов она недолго живущая в линук заживет 30 секунд потом обновляется и для назначения пи адресов используется протокол а рп вот здесь мы уже говорим про назначение адресов по какому-то протоколу имею ввиду что никакой айпи адресации у нас нет то есть что у нас может передаваться в одном езернет кадре идея в том что в одном езернет кадре может могут передаваться не обязательно айпи пакеты а все что угодно для этого в кадре езернет есть два байта которые выделяются под тип данных которые у нас расшифровываются там передаются частности это может быть какой-то айпи пакет для протокола айпи в 4 либо про так пакет для протокола айпи в 6 это совершенно разные пакеты несмотря на то что назначение протоколов одинаковые у нас под ним под ними тем же кабелем могут гоняться в как айпи пакеты так и пакеты системы новый л нет вверх которые по протоколу айпи икс и это ничему не будет противоречить потому чтобы они будут иметь разные константы в поле тип езернет кадров и кроме айпи бывают еще некоторые другие протоколы в частности протокол а рп который предназначен для того чтобы выяснить айпи адрес какого-то компьютера по его мак-адресу либо наоборот и для того чтобы иметь возможность использовать смотреть эту таблицу есть утилита под названием а рп в некоторых линус дистрибутивах она входит штатную поставку в некоторых дистрибутивах это утилита не входит штатную поставку и нужно ставить отдельно так но я сейчас ее запущу не в линукс потому что быть не интересно под маку с потому что это хост система если конечно так рп но давайте посмотрим кто у нас тут рядом есть так сейчас я нахожусь в сети под названием мид но и тот вас раз два так я вижу два ноутбука один десктоп но видимо тут кто то есть еще кроме меня если я запущу эту утилиту еще через некоторое время то результаты могут отличаться потому что жизненный цикл таблиц 30 секунд она периодически обновляется по этой таблице зная ip адрес можно выяснить его mac адрес и соответственно когда вы хотите отправить какой-то и пакет кого-то компьютеров с вашей локальной в сети не используя маршрутизатора что вы знаете что кого-то компьютер находится рядом то достаточно отправить его напрямую завернув ip пакет в какой-то ethernet кадр и направив конкретному какому-то компьютеру дальше вот если мы запихиваем что-то в наш ethernet кадр то есть у нас есть некоторый пайлот размером до 1500 байт и вот туда уже можем запихать тоже что имеет свои заголовки свои данные чаще всего там ходят эти пакеты либо ipv4 либо ipv6 ipv4 более распространенный протокол хотя у него огромное количество недостатков и он уже подразумевает что у вас должен быть назначенный ip адрес при этом пакеты могут гулять как угодно по сети и допустим вы хотите отправить некоторому серверу под названием яндекс точка ру у которого есть определенный белый ip адрес какие-то данные в эти данные подготовили завернули в ip пакет какому из компьютеров нужно их направлять если у вас есть вай фай роутер то ответ дверь достаточно очевиден нужно отправить это роутеру у которого тоже есть свой ip адрес уже назначенный который находится в той же локальной под сети что и ваш компьютер если это локальная сеть с кучей проводов то здесь тоже все не так однозначно роутеров может быть несколько и куда именно дальше отправляются ваши ethernet пакеты содержащие нужные ip пакет это определяется таблицами маршрутизации есть старинная классическая утилита по названием road которая есть как в linux дистрибутивах но в некоторых последних версий дистрибутивов ее нужно ставить отдельно так и там является стандартный для freebsd mac os который позволяет конечно имея право рута модифицировать таблицу маршрутизации назначать какие-то из компьютеров ответственными за то чтобы перенаправлять дальше весь трафик в linux это делается универсальной командой под названием ip с параметром это универсальная команда потому что она позволяет делать все что угодно настраивать таблицу маршрутизации настраивать сетевые интерфейсы и так далее вот с параметром road либо с буковкой r эта команда может отображать таблицу маршрутизации либо при наличии соответствующих прав ее перенастраивать и так если мы хотим выяснить как достучаться до какой-нибудь сервера например yandex.ru это вариант freebsd и mac os в linux утилита роут в принципе тоже существует куда мне нужно постучаться мне нужно отправить пакет как ни странно некоторым гейтвей у которого есть адрес нет 120 и по ей users me true которого есть свой айпи адрес то есть на самом деле все пакеты будут отправляться именно туда дальше этот сервер по названию нет 120 и по ей users me true будет смотреть а по какому из маршрутов выгоднее отправить во внешнюю сеть яндекс.ру мой пакет его конечно же модифицирует для чего нужна модификация заголовков и пакетов связано это с тем что когда я отправляю какой-то пакет он имеет внутри себя адрес отправителя какой адрес отправителю мне будет но какой-то не совсем легальный для использования извне начинающийся с 10 211 чего-то там это так называемые серые адреса предназначены только для локальных сетей и соответственно яндексу надо будет отправить куда-то обратно ответ так что получил его именно я никто другой он будет отправлять ответ провайдеру провайдер будет отправлять уже мип телекому мип телеком уже будет разбираться по своей таблице маршрутизации на какой из на кой из вай фай роутеров на физтехи нужно отправить от пакета дальше уже конкретный вай фай роутер будет разбираться какому устройству нужно его доставить под линукс примерно все то же самое утилита называется айпи тут куча вариантов что можно настраивать нот айпи road для буковка р ладно напишу полностью road отображая что дефолтный до вывод немножко другой но он примерно совпадает поскольку линукс у меня виртуалки тут результат немножко другой есть один дефолтный маршрут через устройство с определенным именем и через определенный маршрутизатор у которого есть какой-то и пи адрес и маршрутов может быть несколько в том числе несколько маршрутов по умолчанию это носит к любой юник системе не только к линуксу для чего же могут понадобиться несколько маршрутов ну например если у вас есть несколько сетевых плат то во первых вы можете разные сетевые платы использовать для разных под сетей например одна сеть внешняя не очень защищенная все-таки внешний мир другая сеть исключительно для внутреннего потребления куда лазить особо не нужно защищена фаерволом так и просто иметь несколько оплинков независимы друг от друга ну например у вас есть основной провайдер плюс у вас есть на всякий случай дополнительный канал связи через мобильную сеть на случай если там забудьте проплатить за интернет или провайдера какие-то проблемы возникнут мало ли что эти каналы могут использовать для резервирования ну либо если они доступны одновременно то почему просто трафик не раскидать равномерно по разным маршрутам но на самом деле в линукс можно настраивать приоритетность каждого из маршрутов так называемый вес с которым пакеты будут отправляться с какой вероятностью по каждому из ваших оплинков и других маршрутов ну и плюс опять же вы можете достаточно гибко настраивать какой из маршрутов у вас для каких айпи адресов используется зачем это бывает нужно но например у вас есть основной маршрут плюс вы подняли vpn туннель зачем вам весь трафик гонять через vpn ну примерно половина интернета доступна без vpn можно на этом сэкономить и вот как у нас происходит настройка присвоения каких-то айпи адресов то есть понятно что без айпи адресов вы можете жить до поставить два компа рядом прокинуть между ними провод все хорошо все замечательно если компьютер восстановится слишком много то в принципе можно тоже вручную прописывать windows это делается тем что вызвать и свойства сети там кликаете мышкой много где вбивайте циферки в linux все делается текстовыми конфиг файлами но так наверное на самом деле уже давно никто не делает это жутко неудобно даже для серверов настройка выполняется динамически для этого в локальной сети должен присутствовать один либо несколько специальных серверов который называется dhcp сервер сам протокол называется dhcp динамист хост динамик хост клиент протокол для чего нужно этот протокол для чего эти нужны эти серверы для того чтобы выдавать имея пул каких-то айпи адресов айпи адрес вновь подключившимся компьютеру вновь подключившимся это значит что либо вы подключаетесь к вай-фай сети либо втыкаете кабель либо кабель был вотнут вы просто включаете компьютер как происходит назначение какого-то айпи адреса от сервера клиенту сначала клиент запускает отправляет широковещательный запрос да здесь уже отправляется широковещательный запрос по udp протоколу если есть есть udp то соответственно у нас должен быть уже настроен айпи но айпи у нас еще не настроен и айпи адреса нет и поэтому отправляется запрос с ненастроенного айпишника 400 на специальный айпишник у которого все биты единичные и так называть мы широковещательный запрос который слушал отправляется всем компьютером локальной сети его слушают все но не все обязаны отвечать вот те хосты которые выполняют функциональность DHCP сервера как правило это роутер но на самом деле роутеров может быть несколько они в ответ тоже широковещательным образом поскольку пока еще нам не сообщили свой айпи адрес сообщают возможные варианты какие айпи адреса свободные и дальше клиент может взять какой-то айпи адрес есть предложение несколько то клиент может еще подумать что такой айпишник не нравится больше чем другой после чего отправляет реквест уже конкретному серверу что да я хочу забрать этот айпи адрес все сервер подтверждает и считается что клиент уже настроен но и при выключении компьютера при перезагрузке клиент может послать серверу запрос на то что айпи адрес освобождается и сервер имеет право это пи адрес назначить кому-то другом делается в linux это отдельным демоном который называется девич клиент что это за интересный процесс этот процесс который вы можете наблюдать если вы включаете компьютер вас загружается linux что-то вас сетью не очень хорошо в некоторых дистрибутивах можете долго 15 секунд наблюдаясь пока там висит надпись стартин девич клиент там чего-нибудь на самом деле если вас систем д дистрибутив то это все делается фоном и не тормозит загрузку системы и если у вас сеть работает то как минимум вы можете видеть что в системе болтается один процесс который называется сейчас мы найдем называется асбин девич клиент с какими-то параметрами который запущен если его остановить то вы потеряете айпи адрес если у вас несколько сетевых интервейсов то будет несколько таких процессов вот его задача как раз то чтобы поддерживать в актуальном состоянии айпи адрес перри и периодически его обновлять и запускается он в момент настройки сети но опять адреса это все хорошо только кто не помнит айпи адрес яндексу какие айпи адреса вы помните вообще 127 01 замечательно очень простые цифры какие еще айпи адреса вам полезно помнить самом деле достаточно помнить только айпи адрес 4 восьмерки 8844 но еще четыре однерки на всякий случай если вы помните только эти айпи адреса считайте что вы можете найти в интернете все что угодно потому что по этим айпи адресам располагаются сервера которые содержат в себе информацию о том как имена превращать в айпи адреса и на самом деле каждый dns сервер не обязан хранить информацию обо всем интернете если он что-то не знает он может отправить запрос уже вышестоящему dns серверу это иерархическая система иерархическая система с одной стороны она не обязана одномоментно все помнить это достаточно экономично но есть и некоторый недостаток например если вы покупаете какой-нибудь домен и хотите быстро свой сервер на этот домен привязать но быстро не получится нужно подождать до 15 минут пока по всей цепочке dns серверов это новое имя новая пи адрес у вас раскидается и так днс это как раз служба которая работает тоже по протоколу udp как и протокол dhcp предназначен для того чтобы отвечать на вопросы как найти сервер с таким-то адресом и что это могут быть за адреса до dns может можно не обязательно использовать тот который присвоен вашим провайдером то есть если вы используете что-то по умолчанию то файлики эти series of conf скорее всего будет прописаны строчки в момент установки соединений name-сервер и какой-то ip-адрес обычно используется два name-сервера на самом деле не обязательно два можно и больше может достаточно иногда всего лишь одного это просто для того чтобы балансировать нагрузку вот опять адрес там восемьдесят один пять девяносто один 37 это что-то физ тех овская автоматически присвоенная маршрутизатором но никто не мешает вам с правами рута открыть на редактирование этот файл прописать опять адрес 4 восьмерки чтобы всегда гарантированно использовать гугловский dns только при следующем подключение к сети стал будет перезатерт и лучше править немножко другой файлик эти синие только интерфейс из там ручками прописать dns name-серверс и это будет использоваться в том числе при назначении дэна серверов через dhcp так ну и как этим сервисом пользоваться почти везде есть команда по названием ns look up простая тривиальная вот например на слуха яндекс точка ру неизвестный адрес то что я опечатался вот если вы написали правильное имя то получаете ответ имя сервер яндекс ру адрес такой-то имя сервера яндекс ру адрес такой-то так как кому из них верить какой запишников правильный самом деле все правильно никто не мешает в одной записи держать несколько эти адресов связано с одним именем для чего это бывает полезно для балансировки нагрузки если у вас сервис очень популярный высоко нагруженный то имеет смысл выроски за раскидать на несколько серверов в каком порядке будут эти сервера использоваться на самом деле здесь можно использовать любой из них и браузер обычно просто поочередно запросы отправляют каждому из них на самом деле это только у крупных сервисов если вы поищите что-нибудь поменьше но чаще всего вас будет только один и пи адрес так и вот кто на выдал на выдал сервер 815 9137 это что-то фестивовская вот провайдера есть еще чуть более продвинута утилита который называется dig делает примерно то же самое что и нас look up но вывод выдает более подробный так dig.ru результат получаем тот же самый точнее результаты получаете в названии еще видите какую-то точку так так где результат результат так геометр уда вот метру что я . в конце означает на самом деле правильное доменное имя по всем правилам записаны заканчивается на символ точки то что вы в браузерах это . в конце не вводите но просто сделано для удобства и все к этому привыкли но по стандарту . должна быть в конце обе то же самое это полное имя так в чем особенность отличие утилиты dig вот и нас look up кроме того что ее вывод отличается внешне принципиальным отличием еще является то что я могу явным образом в таком виде собака и дальше каким циферки указать какой именно dns сервер я хочу использовать чтобы получить какую-то запись но в данном случае google нас не обманывает результат дает тот же самый кстати физтеховский сервер нам дополнительно выдал еще чего-то какие-то потроха внутренние так для чего бывает полезно использовать какой-то конкретный dns сервер которому вы доверяете но банально вы в метро подключаетесь но на самом деле в метро сейчас тоже стал непопулярно кто-то чем пользоваться в метро или в электричке вайфаем которые там или вы уже не пользуетесь ну и правильно делать но в общем если вы против каким-то общедоступным бесплатным вайфаем понятно что бесплатный сервер только мешаловки сейчас уже нет не так популярно как раньше раньше любили просто подменять контент вставлять рекламу то есть заходите на конь сайт вам внедряясь какой-нибудь даннер там от московского метро сейчас это делать сложнее потому что используется практически по семестро протокол ssl и просто взять подменить что-то не получится один из способов как это сделать не используя дорогостоящую интроспекцию трафика это просто перенаправлять ваши запросы dns на какой-то внутренний сервер рекламодателя который будет вам выдавать какой-то свой контент но и использовать в качестве прокси чтобы выдать какое-то настоящее содержимое в общем-то не очень безопасно dns это один из способов как обезопаситься хотя он явно далеко недостаточный что еще полезно надо знать про dns записи бывают разных типов вот выводе нас look up вы видели только айпи адрес и больше ничего если посмотреть на тот же самый яндекс ру то можно увидеть намного более интересное что-то так яндекс ру хотя не очень интересно здесь запись вот записи типа а это записи так точнее видимо я что утилиты дик не все спросил там нужно купить опцию чтобы она все выдала так так q-type а вот q-type эти запрошу записи вида mx указывать бывают разные виды записи например запись типа а это обычная запись которая используется например ssh севером тел нет сером и щите пи сервером то есть основная запись который содержит ipv4 адрес куда отправить запрос из браузера куда отправить нужно отправить данные при попытке подключения по ssh для чего еще может использоваться имя яндекс точка ру например если писать символ собачки перед яндекс точке ру потому что получаем еще какие-то буковки перед символом собачки мы получаем почтовый адрес и для этого как раз используется другой вид записи по названию mx он может иметь не обязательно ip-адресу он может иметь отсылку на какой-то другой реальный сервер можно выяснить его ip-адрес точно так же обычным образом и не факт что он совпадает с ip-адресом яндекс точка ру то есть у нас бывают разные типы записей кроме почты есть еще отдельные типы записей например для протокола джаббер который когда-то использовался google толком сейчас вы примали в google мид но и так далее то есть бывают сервисы которые могут иметь свои отдельные типы записи адрес 4 обычно используется для так синоним айпи адреса а но только для ipv6 то есть он содержит не 300 убитное значение 128 битная и еще может быть ситуация что вас на одном физическом сервере болтается несколько сайтов соответственно сервер должен иметь несколько имен и дополнительные алиасы создаются с помощью записи типа синейм которые содержат вовсе не ip-адреса а просто обычные тексты отсылки на какие-то другие имена хостов так ладно с днс разобрались это то для чего используется и депи то есть в реальной жизни даже если вы не пользуетесь торрентами не пользуетесь в пен и живете в каменном веке все равно с протоколом и депи вы сталкиваетесь как минимум на уровне днс и на уровне протокола dhcp и так следующий тип низкоуровневого взаимодействия помимо и депи это еще более низкий уровень когда вы целиком можете прочитать содержимое всего пакета например внутри айпи пакета включая заголовки тси пи заголовки и депи или придумать свой протокол либо вы можете на системе линукс придумать свой протокол вместо айпи и для этого вам нужно будет залазить уже внутрь кадра ethernet ну не скажу не доступ к пи могут делать не все либо пользователи root либо помните и linux capabilities такую штучку когда вы настраиваете на какой-то бинарный файл дополнительные атрибуты это расширены атрибуты файлов которые позволяют не повышая привилегии дура то выполнять какие какую-то отдельную функциональность вот одна из функциональностей кап нет руа позволяет на низком уровне открывать сокеты и дальше читать из этих сокетов данные которые тупо читаете сетевой платы забирайте целиком и смотрите на их заголовки дальше с ними что-то делать при этом они могут содержать целиком данные теперь и депи но дополнительно можно еще включить чтобы можно было модифицировать заголовки айпи и еще более низкий уровень это уже ковыряться на уровне кадров ethernet то есть вытаскивать всю полезную нагрузку которую которая затем заворачивает ethernet пакет но еще ниже опускаться нужно программном уровне невозможно это требует уже какие-то аппаратные средства для этого используется пространство имен пакет понятно что если вы будете из сокета читать все на самом низком уровне то вы будете ловить абсолютно все любой мусор включая рп чем это плохо тем что у вас будет огромное количество данных и здесь вы можете уже сильно запутаться и если у вас есть какое-то отдельное пространство имен но в частности когда вы используя адрес family unix в качестве адрес вам нужно указывать имя файла когда пространство имен интернет вам нужно указать айпи адрес плюс номер порта и что-то подобное есть для пространства имен пакетного уровня именно там нужно указывать номер сетевой платы то есть когда у вас появляются некоторые сетевые платы появляется в том числе и динамически потому что сетевую плату вы можете подключить через юсби ядро присваивает им какой-то порядковый номер если вы наберете команду но либо так команду под линукс и в конфиг так подлинг снятой команды только под маг после бездет еще может поставить либо и пи то получите список сетевых интерфейсов которые вас текущий момент настроен например лобок интерфейс 127 001 сетевая плата и вот у них есть порядковые номера 1 2 и так далее вот некие еще сетевую плату избишь ну либо виртуалки там чуть поменяйте настройки появится какая-то еще другая плата не могут быть либо настроенными либо не настроенными так и у них есть порядковые номера все это доступ к ним осуществляется седьмой раздел бан страницы нет девайс дает ссылку на системный вызов под названием а и оси тел с помощью которого можно отправлять запросы и по именам сетевых интерфейсов соответственно получать их порядковые номера которые дальше можно использовать для raw пакетов для чего вам сюда показываю для того чтобы показать реализацию на низком уровне как можно просто смотреть на происходящее ваше сетевой платье так создаем сокет который имеет пространство имен он пэкет и предназначен для сырой передачи данных если указать третий параметр который выполняет роль фильтра что мы отлавливаем все ethernet пакеты то будете ловить все но опасненько ну ладно самом деле в прот такой код пускать очень хорошо затем нужно выполнить операцию bind то есть связать ваш сокет с каким-то адресом и для этого нужно выяснить индекс порядковый номер вашей сетевой платы делается с помощью стен вызова и оси тель то есть вы знаете имя сетевой платы до сетевой платы нумеруют в linux которые вай-фай обычно именуются w1 какая циферка 0 1 2 чаще всего 0 сетевая плата вай-фай всего 1 если это ethernet то либо ех и циферки 0 1 2 и так далее либо на некоторых устройствах если у вас сетевая плата сделана на одном чипе но при этом имеет несколько выводов то может называться енп 0 1 2 это порядковый номер сетевой платы и если она имеет несколько разъемов то синг номер 0 1 2 3 4 5 и так далее так вот вы знаете какое-то имя дальше в это имя используйте для того чтобы выяснить индекс все но дальше стандартный адрес адрес фэмили протокол то есть фильтр который вы хотите навешать индекс связывайте байндом ну а дальше тупо обычным рек вам читаем какие-то данные оттуда мы можем вытащить поскольку этой вот айпи пакеты айпи адрес определенному смещению но и зачем показывать код когда можно продемонстрировать его работоспособность так компилируем скомпилировать стану скомпилировать запускаться уже не хочет опираешь она пермает на и стадии создания сокета почему происходит но потому что я не являюсь пользователем root зато я могу разрешить обычному не привилегированным пользователю выполнять низ создавать низкоуровневые сокеты сетка обкоп нет ролл так вспоминаем capabilities какие права мне нужно тут навешать какие флаги во-первых флаг пермисев очевидно должен быть что еще вот я про однобуквенные флаги сейчас как раз и спрашиваю пермисев чтоб разрешить что еще нам нужно насчет минус е так нужен или не нужен флаг минус е тоже флаг я тоже нужен почему потому что начале нашей программы мы уже создаем сокет то есть предполагаем что права у нас должны быть проставлены мы тут не лазим с помощью сильных вызов пэкап на проверку флагов так example 1 тут естественно требуется уже права рута так главное не забывать свой пароль это очень грустно ну и после этого можно запустить программку так мы сейчас на будет не протоколировать все что происходит по сети на сетевом интерфейсе который там был указан но для этого нужно выполнить конститул операцию но пусть будет тот же самый дик к адресу 4 восьмерки яндекс.ру ой а тут еще код взаимодействие идет какой-то ip адрес 10 211 а это ssh все в общем вы можете ловить все пакеты лазить в их содержимое вот для этого как раз требуется повышение привилегий потому что было бы странным если бы обычный пользователь мог залезть в произвольный пакет который отправляется по сети так делать нехорошо и небезопасно так зачем вообще это может понадобиться вам есть такая замечательная утилита называется tcp dump которая делает примерно то же самое что программка которую я вам сейчас показал интеллекту в айр шарк помните да только на семинарах вам и все так в общем есть такая замечательная утилита в айр шарк которая позволяет анализировать все что у вас происходит по сети на самом деле есть еще консольный вариант утилита которая делает все то же самое называется tcp dump ну вот пример как сделать так чтобы ловить все что происходит у вас через сетевой интерфейс и тот же самый tcp dump и mp 0 s5 так и удовлетворяет условиям что адрес назначение это 4 восьмерки порт назначение 5353 это номер порта для dns сервера ну давайте будем ловить все такие запросы конкретному ip адресу так dst порт 53 так но здесь требуется права бога так dst 4 восьмерки ладно давайте просто 4 восьмерки так ну сейчас нужно что-нибудь отправить так ну вот мы отправили видно что отправили какой-то запрос порта номер такого-то с запросом который tcp dump понял что это dns и смог его разобрать что мы спрашиваем запись типа а имя yandex.ru ну то же самое вы можете писать в красивом виде для пакета внутри окошко утилиты wire shark который с графическим интерфейсом вот как такую штуку сделать один из вариантов это использовать низкоуровневые пакеты то есть вы тоже самое можете написать в утилите wire shark только тут есть одна маленькая такая тонкость вот wire shark ой отвратительно конечно на проекторе в общем для тех кто не видит что проходит на проекторе это утилита wire shark я открываю сетевой интерфейс тут куча всего болтается там логи того что болтается по сети я могу писать фильтры да вот этот wire shark он вовсе не подлинг запущен он запущен под маком а если внимательно посмотреть 7 раздел по пространству имен packet тут есть всякие linux специфичные заголовочный файл если я то же самое попрошу 7 раздел по packet уже под макоис ничего такого нет если я посмотрю man по сокетам то опять же есть есть какие-то свои пространства имен которые могут частично пересекаться с linux могут не пересекаться но никакого пространства именно packet не существует тем не менее wire shark он одинаково работает как под linux так под макоис то есть на самом деле то что я вам рассказываю про перехват на низком уровне каких-то пакетов я вам тут немножко обманул про реальный use case и утилиты типа wire shark тсп дамп они работают немножко по-другому давайте посмотрим на запрос что мы хотим к тому же той же утилити тсп дамп так destination порт 4 восьмерки ну хорошо и вот если я добавлю опцию минус д то наша программа превратится что-то похожее на языке ассимблер пример который приведем на слайде но примерно такой же то есть нам нужно отличается так допустим мы хотим отловить все пакеты которые содержат заголовки udp и ip да вот через точки запятой то я уже в ручками написал комментарии это не вывод тсп дампа что он здесь содержится нам нужно загрузить какое-то число 12 выполнить инструкцию job or equal с каким-то числом 86 д д что такое 86 д д это всего лишь порядковый номер протокола по названию ipv6 то есть та константа которая фигурирует загоровки ethernet ну а дальше мы перескакиваем к строчке либо 6 если истина а либо false тогда на строчку номер 2 строчке номер 2 мы проверяем что если какое-то странное значение где-то там а значение которое по смещению 12 совпадает 0x800 это просто 16-битное значение которое указывает что в заголовке ethernet у нас используется протокол ipv4 по поводу того откуда берутся эти константы еще раз я вернусь к слайду вот этом там где заголовок ethernet сборочный файл нет ethernet.h как раз содержит все эти константы он универсальный под разной операционной систем так то есть дальше мы проверяем является он ipv4 адресом если он кто идем дальше затем нам нужно проверить что он является действительно протоколом удп для этого мы загружаем двадцать третий байт вот двенадцатый байт двадцать третий байт это все относительно начала пакета загружаем двадцать третий байт смотрим на какую-то константу 17 это udp 6 это tcp это все можно посмотреть обычным ваершарком тут ничего нового для вас нет ну и возвращаем уже дальше какое-то большое значение либо число 0 что это такое это некоторая маленькая программка знаете что это не язык ассемблера это не язык ассемблера arm это какой-то свой язык похожий на язык ассемблера который описывает маленькую программку которая называется фильтр классический бпф фильтр от слова berkeley packet filter существует практически в любой юник системе это очень старая реализация для чего она нужна для того чтобы да и вот эти программки выполняются достаточно быстро для чего это нужно для того чтобы выполнять фильтрацию и в зависимости от того что вам прилетело по сети либо принимать пакет либо не принимать но если вы принимаете то можете с ним делать что-то представляет может быть транслировано в некоторую риск инструкцию что риск инструкции чем не от циск инструкции отличаются длина инструкции риск это значит что каждая инструкция имеет кода фиксированный размер в отличие от циск каждый сурс содержит некоторые об код что это представляется в этой инструкции 28 видных значений это номера строк случае если она является условием то куда надо прыгать если true либо false ну и возможно может иметь какое-то константное значение например для инструкции сравнения загрузки и так далее не более чем то если убит на общий вид инструкции по заимствам от ассемблера очень старого процессора которого уже давно не существует и вот такие инструкции интерпретируются некоторые виртуальные машины которая находится внутри ядра то есть весь этот код выполняется после компиляции он сначала транслируется во что-то потом выполнять внутри ядра так вот чуть более сложный пример как отловить все пакеты которые отправляются на гугловский dns который имеет адрес 4 восьмерки как эта штука работает по смещению в 12 байт относительно начала пакета мы смотрим что это у нас за пакет такой если это и пивы 4 то ок продолжаем дальше если нет но значит не судьба хотя можно обобщить на и пивы 6 тоже дальше по двадцать третьему смещению относительно начала пакета мы смотрим чем он является и дипи либо тсипи нас интересует только и дипи дальше мы загружаем по очередному смещению которым посчитали либо посмотрели в и шарке четырех байт на и значение пи адреса напомню что в и пивы 4 у нас и пи адрес то просто какое-то 30 убитное значение дальше сверяем с константой 8 8 8 8 очень красивая константа в случае успеха мы возвращаем значение минус один случае не успеха значение 0 каждая функция реализованы на беркли пакет фильтр должна возвращать количество байт сколько нужно пропустить если это число 0 значит пакет целиком отклоняется значение минус один она просто превращается в 300 убитное значение по правилу обратного дополнительного кода максимально возможное значение то есть два в 31 2 в 32 степени минус единицы и значит мы тем самым пакет пропускаем вот что с этим кодом написанным на языке псевдо ассемблера можно сделать очевидно его можно во что-то транслировать в эти самые структурки как это сделать открываем документацию которая находится в исходниках ядра linux дальше по этой документации смотрим на команды смотрим их обходы но так делать не очень удобно но если есть какой-то язык пусть даже не совсем полноценный то видимо есть компилятор который выполняет трансляцию с этого языка во что-то более пригодное к использованию и находится от компилятор как ни странно в исходниках ядра linux и для того чтобы его получить вам нужно скачать исходники ядра они не входят вот это утилита которая тут требуется для компиляции она не входит стандартную поставку дистрибутивов так исходники ядра linux качаются достаточно легко просто легко находятся все опенсорстное ничего не закрыта так ой как все выглядит на черном экране отвратительно так итак ядра linux стабильная версия которая была выключена сегодня она более свежей чем тот linux под которым я показываю это не страшно что вообще можно сделать с исходниками ядра linux первым делом когда вы скачали вы даже не можете вас компилировать у нас сначала настроить делается это значит либо команды make дел make дефо вот конфиг создает конфиг так или дев конфиг создает файл по названием . конфиг который основывается на дефолтной конфигурации сборки если вам нужно собрать ядро под себя делать make меню конфиг так так и дисплей ту смол ну ладно сделаем чуть побольше букв появляется такая менюшка ой опять же вы не видите но я надеюсь на видеозапись это будет лучше видно тут вы можете пробежаться по всем настройкам ядра которые включить выключить что-то собрать в виде отдельного модуля что-то в компилировать внутрь ядра огромное количество параметров после этого самое интересное вы запускаете мэйк что дальше идет делать идете спать это долго либо мэйк минус джей 20 чтобы задействовать все 20 ядер своего ноутбука это будет уже быстрее но я уже начинал собирать поэтому меня достаточно быстро соберется в общем происходит достаточно долго но не суть важно более интересно что в исходниках ядра есть разные тузы разная документация которая кроме как в исходниках ядра вы не найдете а именно во первых вы можете зайти сначала раздел documentation в этом разделе documentation есть файлик сейчас момент файлик 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 нет нетворкинг и там есть файл по названием bpf нет не bpf момент так а фильтр я макс фильтр rst так реструкторик текст то есть plain текст с некоторой минимальной разметкой и пожалуйста вот все очень подробно про bpf даже с примерами как это написать в псевдо кодах все до код имеется то что вот это вот у нас 16 битное значение команда 2 8 битных значений константа если убит на и пишется жутко давай слушать на генерируем еще что интересного кроме раздела documentation есть каталог названием туз так в этом туз у нас есть bpf компилируем что-то что-то не собралось ну ладно не собралось потому что тут надо ставить всякие еще дополнительной библиотеки туза самое главное тут файлик по названием bpf подчеркивание а сам так который мы скопируем себе куда-нибудь поближе он нам еще пригодится так ладно теперь что можно с помощью этого файлика сделать мы можем написать кончик программу фильтр в обычном текстовом виде вот все то же самое что вам проведено слайде то есть маленькая простая программа фильтр которая для каждого применяется к каждому входящему везернет пакету смотрит на то что он внутри него содержится айпи не айпи юди пи не юди пи какой-нибудь адрес и либо принимает этот пакет либо отклоняет так что нужно сделать с этой программой на ассемблеру наверно скормить этой тузе под названием bpf а сам так скармливаем фильтр получаем какие-то циферки на выходе какие-то байтики но в таком виде наверно не очень осмыслены есть замечательный флаг минус с или минус и и получаем вывод немножко в другом виде на что это похоже но члены это какие-то структурки с циферками раз соответствующие тем командам которые мы можем куда-нибудь теперь в компилировать и будет нам счастье так запишем это какой-нибудь файл пока не записываем итак пример программы которая теперь выполняет фильтрацию но уже используем пакетного фильтра так точно так же создаем сокет на низком уровне присоединяем его куда-нибудь все то же самое что в предыдущем примере так теперь нам нужно подготовить некоторую программу виде последовательности инструкции сок фильтр где каждый элемент структуры это код плюс 2 байта это смещение инструкции для труда смещением для форс либо константа и затем эту программу прицепляем к нашему сокету используя стену и за все сок опт ну а дальше у нас может если программа корректная то все замечательно к нашему сокету прицепился фильтр и дальше мы читать сможем только нужные нам пакеты все остальное будет отбрасываться либо если что-то некорректное ну да сетсокоп нам вернет какую-то ошибку и если ошибка значит надо как-то на этот реагировать самое интересное как вот теперь сделать вот эту программку последовательность но у нас есть транслятор из псевдоассемблера в последовательность вот таких структур что делает конструкция решетка include что делать да фактически копия паста control c control v если я кого-то из вас на комиссии услышу что решетка include подключает библиотеку от означает то что у вас надо отчислить предупреждая сразу такие первые я уже слышал комиссии это очень странно решетка include просто делает тупое включение текста и все больше ничего но и заодно там еще вполне с припросить процессинг всех внутренних include а в оси никакой не подключение библиотек какой-то текст решетка include может встречаться где угодно в любом произвольном месте поэтому сохраняем вывод нашего ассимблера какой-нибудь текстовый файл который будет дальше включен наш example 2 . ком так правильное имя выбрал до фильтр . link так теперь можно скомпилировать нашу программу так и запускаем да прежде чем запустить ее то же самое set cap cap нет ru example 2 так ладно запускаем и отправляем запрос на какой-нибудь яндекс ру и вот мы поймали среди огромного количества пакетов которые там чем угодно инициируются поймали ровно один пакет с текущего ip-адреса на сервер 4 восьмерки и делать это все внутри ядра что хорошего в этом пакетном фильтре что плохого сами хорошего в нем то что он работает внутри ядра и вам не приходится то что пакетов может проходить много не приходится копировать постоянно что-то из пространства ядра пространство пользователь спроса пользователей в пространство ядра зачем-то лишнее взаимодействие нам пакет прилетел в ядре ядро его отклонила и все замечательно работать много быстрее так есть конечно некоторые ограничения так если что-то у нас работает в ядре что-то что по идее может запустить даже обычный пользователь даже не обязательно root чем это опасно я что можно писать какую-то программу которая будет что делать но и 5 достаточно ограниченный вы просто принимаете пакет либо отклоняете то есть просто возвращать к число но вы можете написать программу бесконечный цикл чем это плохо прилетает пакет у вас бесконечный цикл который выполняется ядром а не в поиском пространстве и все хана системе на самом деле тут проектировали фильтр далеко не дураки они предусмотрели защиту программа не выполнялась бесконечно долго цикла реализовать тут невозможно вообще никак то есть у вас есть допускается инструкции jump но они допускают jump только вперед назад jump сделать невозможно для чего для того чтобы нельзя было организовать цикл ну и размер программы у нас тоже имеет осмысленный размер не более чем 4096 инструкций считаю что для простых фильтров сетевых это более чем достаточно и как выполняется загрузка программы загрузка программы на самом деле достаточно тривиальная вещь вы уже что иметь кода скомпилированный код загружать ничего особо не нужно вас память уже что-то находится после этого в момент сердце код когда вы подключаете куда программу сначала выполняется верификатор bpf который проверяет что ваш код является безопасным и верификатор имеет полное право отклонить вашу программу в этом случае сердце код вам скажет ошибку не очень осмысленную конечно инвалид аргумент могли бы что-нибудь более читабельно сделать значит ваша программа скорее всего просто не прошла верификацию потому что верификатор посчитал ее потенциально опасной потенциально опасной она либо слишком большая либо содержит прыжки назад так после этого уже если программа успешно прошла верификацию она подключается к вашему сокету и начинают работать уже в режиме ядра это достаточно безопасно механизм так но чем эта конструкция плоха достаточно старая тут все-таки несмотря на то что это простой риск бойкот все равно требуется интерпретировать и когда у вас объемы данных достаточно большие то хочется уже выполнять какой-то нативный код процессора поэтому этот классический bpf который существует в любой юник системе по даже windows присутствует разработка очень старая но понятно что уже устаревшие и теперь мы уже забываем о то что нас бывают другие системы помимо linux забываем про freebsd mac os все остальное это все так себе детские игрушки linux в linux в 2013 году я написал на слайде 2016 то что 2016 году включили в состав ядра эту функциональность появилась новая реализация называется extended berkeley packet filter расширенная реализация которая подразумевает во-первых just in time компиляцию кода для наиболее популярных архитектур я не знаю поддерживаться ли архитектура arm64 к следующей неделе это выясню для 64 точно есть трансляция нативный код огромные 5 который позволяет не только фильтровать пакеты а делать привязку фильтров не только к сокетам но и к разным внутренним под системам ядра до чего это бывает полезно например выполнять логирование происходящего с вашей программой на уровне ядра мониторинг жизнеспособности очень полезная фича это фильтрация системных вызовов которые нельзя вызывать ну и так далее новый развесный фреймворк и самое главное что тут не обязательно писать программы на псевдо ассемблере можно написать программу на чем-то высокоуровневым и дальше транслировать чем что-то вскоре имеется ввиду язык си и даже питон дальше транслировать в нативный xmc 64 код либо в байт код для тех платформ которые не поддерживают нативную компиляцию и все это опять же выполняется в пространстве игра после верификации что программа безопасно выполняется достаточно быстро так ну и сделал это в 2013 году товарищем с какой-то подозрительно русской фамилией хотя работает он в компании facebook которая ведет себя не очень красиво но если вы видите какую-то картинку то скорее всего эта картинка не нарисована никем а с генерирован нейросеткой и это означает что лекция закончилась так и напоминаю что следующая лекция последний в этом модуле потом контрольная